Интерфейс программного продукта Adobe Photoshop CS6 является стандартным классическим по сравнению с предыдущей версией. Сверху было удалено управляющая панель и оставлено в классическом виде выпадающее основное меню, которое содержит перечень стандартных для программных продуктов Adobe команд. Кроме всего прочего Adobe Photoshop поставляется в двух вариантах. Для 32-разрядных операционных систем и для 64-разрядных операционных систем. В данной версии программного продукта поддержка 3D осуществляется только для 64-разрядных систем. Как вы видите, в верхнем меню вкладки 3D нет, несмотря на то, что данный программный продукт является Extendent, то есть расширенный. Вы видите, установлена 32-разрядная версия соответствующей операционной системе. Давайте подробно быстро пробежимся по основным пунктам главного меню. Так, пункт главного меню файл позволяет работать с документами, а также здесь находятся команды автоматизации рабочего процесса, которые позволяют с помощью пакетной обработки быстро, эффективно применить эффекты к сотням фотографий, расположенным на ваших жестких дисках. Пункт меню редактирования содержит стандартные команды редактирования, но кроме всего прочего в данном программном продукте настройки самой программы находятся в пункте меню редактирования. С помощью настроек данного программного продукта мы можем поменять, например, цвет интерфейса. Мы можем выбрать необходимое количество оперативной памяти при работе с данным программным продуктом и определиться с дисками подкачки, то есть дисками для хранения временных файлов программного продукта Photoshop. Не рекомендуется использовать для хранения временных файлов диск загрузочный. Чаще всего это диск C, и в операционной системе именно этот диск является наиболее загруженным. И места соответственно на этом диске обычно довольно таки мало. Профессионалы чаще всего устанавливают несколько винчестеров. Один для загрузки операционной системы, второй для работы с временными документами или для хранения информации. Кроме всего прочего, интерфейс программного продукта поддерживает несколько, ну является мультиязычным, поддерживает множество языков, в том числе русский язык, украинский, ну и соответственно английский. Мы рассматриваем данный программный продукт, переключенный на язык интерфейса русский. После того, как вы поменяете соответствующие настройки интерфейса, программный продукт необходимо перезапустить, чтобы настройки вступили в силу. Типы курсоров, единицы измерения и так далее. Все эти настройки можно увидеть в пункте меню установки главного меню редактирования. Дальше идут пункты меню для работы с изображением, слоями, шрифтами, выделенными областями, фильтрами, то есть специальными подпрограммами, которые позволяют делать определенные эффекты и определенные команды. Пункт меню просмотр позволяет выводить технические вспомогательные элементы, такие как, например, сетка или линейки. Соответственно, настройки единицы линеек возможно изменить с помощью пункта меню установки единицы измерения и линейки. Либо же можно правой кнопкой мыши щелкнуть на линейку и из контекстного меню выбрать соответствующие единицы измерения. В пункте меню просмотр еще активируется и деактивируется возможность привязки графических объектов к направляющим, линиям сетки, либо же границам слоев или границам документов. Пункт меню окно позволяет переключаться между открытыми в данный момент документами. Список открытых документов расположен в самой нижней вкладке данного выпадающего меню. Посередине расположена возможность вызова управляющих палитр. Галочки напротив соответствующего имени означают, что данная палитра в данный момент уже присутствует на рабочем столе программного продукта. В случае если мы открываем несколько документов, как сейчас продемонстрировано, есть возможность различным образом упорядочить расположение документов на рабочем пространстве программного продукта. Вы видите, здесь достаточно большое количество возможностей. Упорядочение по горизонтали, по вертикали и так далее. Мозаика, каскад это стандартные возможности расположения графических документов на рабочем поле программного продукта. Кроме всего прочего, есть возможность изменять под необходимые нужды отображение палитр на рабочем поле. Например, в данный момент активирован рабочая среда, называемая основная, по умолчанию. Если мы выберем какой-либо другой вариант, соответствующие палитры инструментальные будут присутствовать. Например, при создании анимации можно выбрать рабочую среду движения. И в данном случае снизу появится возможность работы с временной шкалой. Возможности быстрого переключения в различные рабочие среды в данном программном продукте реализованы еще с помощью управляющего элемента на панели свойств инструмента. Этот управляющий элемент позволяет быстро переключаться между рабочими средами. Далее, слева расположена панель инструментальная, которая содержит все инструменты, присутствующие в программном продукте. Если вы увидите рядом с иконкой маленький небольшой треугольничек, это означает, что при нажатии на данную команду, при нажатии задержки левой кнопкой мышки двухсекундной, есть возможность открыть меню. Это означает, что данная иконка содержит определенный пункт, каким-то образом сгруппированных инструментов. В зависимости от того, какой инструмент в данный момент активирован, панель атрибутов или панель свойств инструмента демонстрирует различные управляющие элементы, различные свойства для различных инструментов. Вы видите, сейчас она демонстрирует одни свойства. Если выбрать какой-то другой инструмент, данные панели поменяются свойства на те, которые присущи данному конкретному активному данный момент инструменту. В данном программном продукте нет возможности отключить инструмент. Есть возможность просто выбрать любой другой инструмент, для того, чтобы тот инструмент, которым вы работали, стал неактивен. Панель инструментов по умолчанию пристыкована к левому краю программного продукта. Но ее можно располагать в любых частях экрана, если взять за заголовок данного программного продукта и переместить влево, вправо, куда угодно. Кроме всего прочего, для тех людей, которые привыкли работать с более старыми версиями программного продукта, есть возможность переключения инструментальной панели в классический вид двух колонок. Но поскольку данный вид немножко больше требует рабочего пространства, было принято решение разработчиками по умолчанию устанавливать набор инструментов в этой панели в одну колонку. Рабочее поле, или рабочая область, или рабочее пространство, расположено, как вы видите, здесь. При открытии документов Если в рабочее поле не помещается то количество документов, которые в данный момент открыты, появляется управляющая кнопка, которая позволяет переключаться между активными в данный момент документами. Опять-таки, по умолчанию, когда мы открываем документ, рабочее поле является пристыкованным к программному продукту. Можно работать и в оконном режиме, для чего можно взять за заголовок, за вкладку Открытого документа и немножечко ее оторвать от рабочего поля. Соответственно, можно таким образом все документы расположить вот таким вот образом каскадом. Один поверх другого. Управляющие элементы В данный момент присутствуют не только программного продукта, такие как свернуть, развернуть и закрыть, но и конкретного документа. Давайте подробнее рассмотрим, из чего состоит заголовок документа. Заголовок документа состоит из имени документа. После него идет собачка и масштаб отображения на экране. В данном случае это 25%. После этого в скобках указана цветовая схема RGB и битность 8 бит. Для каждого конкретного документа в заголовке документа указана эта информация. Кроме всего прочего, внизу документа располагается внизу документа располагается панель состояния. Панель состояния тоже в свою очередь содержит информацию о масштабе отображения, а также размер документа. И во время применения различных операций в данной панели показывается прогресс и подсказки по поводу того, какая операция в данный момент выполняется. вид информации, которая может быть отображена в панели состояния, можно изменять, если щелкнуть на маленький треугольничек справа. И здесь можно выбрать соответствующие данные, которые вам необходимо видеть при работе с данным документом. А кроме всего прочего, если документ не помещается в размеры окна, справа и слева располагаются полосы соответственно вертикальной и горизонтальной прокрутки. справа от рабочей области по умолчанию обычно находится блок, состоящий из определенным образом сгруппированных палитр плавающих. А каждую палитру можно активировать и деактивировать, как уже было сказано, с помощью выпадающего пункта меню окно. Кроме всего прочего, когда палитры, когда этот блок занимает излишнее место на экране, есть возможность его свернуть для того, чтобы увеличить рабочее пространство. Для чего необходимо щелкнуть на соответствующую кнопочку свертывания данных палитр инструментов. эта же кнопочка разворачивает эти инструментальные палитры. Любую инструментальную палитру можно вынести из соответствующего блока, взяв ее за заголовок и вытащив на нужное место при работе. Каждая инструментальная палитра инструментов имеет свои настройки. Чтобы активировать настройки инструментов, необходимо нажать на соответствующую кнопку в правом верхнем углу палитры. У каждой палитры существует эта кнопка настроек или кнопка вызывающая меню соответствующей палитры. и каждую палитру можно настроить с помощью команды параметры соответствующих панелей. палитру можно закрыть, если в ней нужна отпала. Если необходимо, эту же палитру можно опять активировать ее видимость. Взявшись за заголовок палитры, ее можно перенести в соответствующий блок для последующей работы. Как вы видите, в свернутом виде эти палитры являются достаточно комфортно управляемые и занимают мало места на экране. также при работе есть возможность отключить интерфейс программного продукта, отключив все панели и управляющие палитры, для чего достаточно нажать клавишу табуляция на клавиатуре. Для того, чтобы активировать видимость управляющих элементов, необходимо еще раз нажать клавишу табуляции. Если необходимо просто убрать палитры инструментов, но оставить видимым панель инструментов, можно использовать комбинацию клавиш Shift плюс табуляции. Будут отключены только лишь палитры. Панель останется активной. есть возможность переключаться между открытыми документами с помощью стандартной комбинации клавиш, которая работает во всех программных продуктах операционной системы Windows. комбинация клавиш Ctrl плюс F6. Или же кому удобно, тот может переключаться с помощью выпадающего пункта меню окно. Рассмотрим основные принципы работы с интерфейсом. Для того, чтобы масштабировать изображение на экранах, лучше всего использовать соответствующую палитру, которая называется навигатор. Данная палитра позволяет увеличивать с помощью ползунка прокрутки изображения на экране, а также перемещаться по увеличенному изображению, используя красную рамку в окне предварительного просмотра палитры навигатора. Масштабировать можно не только с помощью ползунка прокрутки, но и с помощью задачи соответствующего масштаба численным значениям, например, 200%, как сейчас. Палитра навигатор является достаточно удобной и не занимает много места, когда она скомпонована в соответствующий блок панели управления, палитру управления. Стандартно в Photoshop есть возможность использовать колесико мышки для масштабирования, только необходимо зажимать клавишу Alt на клавиатуре и можно с помощью колесико мышки менять масштаб. Есть возможность установки программного продукта на работы с масштабом колесиком мышки без дополнительных функциональных клавиш, для чего необходимо зайти в пункт меню редактировать установки основные. Во вкладке основные существует функция включить масштабирование колесиком мышки, после чего можно не зажимая никаких клавиш использовать масштабирование изображение с помощью колесико. Для того, чтобы перемещаться по документу увеличенному можно использовать не только палитру навигатор, можно использовать соответствующую соответствующий инструмент, который называется инструмент рука. Он существует именно для того, чтобы перемещаться по увеличенному изображению. Этот инструмент можно активировать в любой момент, когда у вас активен любой другой инструмент путем нажатия на клавишу пробел. как только вы нажимаете пробел, курсор мышки превращается в руку и есть возможность перемещаться. Как только вы убираете руку с пробела, возвращается тот инструмент, который был активен до этого. Есть возможность использовать масштабирование с помощью комбинации клавиш. Эти комбинации клавиш контр плюс и контр минус. и есть возможность масштабировать с помощью соответствующего инструмента, который называется увеличитель. Он работает, как вы видите, в двух режимах. В режиме увеличения и в режиме уменьшения масштаба. Если необходимо увеличить, просто щелкайте по экрану в соответствующем режиме. А если необходимо уменьшить изображение, уменьшить масштаб изображения, используется его режим соответствующий. Если необходимо рассмотреть какую-то часть изображения, мелкую, можно переключиться в режим увеличения и с помощью данного инструмента выделить этот объект и он будет увеличен с помощью рамочки. Есть в панели свойств данного инструмента и команды, которые позволяют быстро отобразить стандартные масштабы или подогнать под размер экрана изображение. Переключение интерфейса Photoshop может быть осуществлено с помощью соответствующих команд на панели инструментов. Здесь есть три варианта отображения интерфейса. Это стандартное окно во весь экран с главным меню и во весь экран без главного меню соответственно. Эти три варианта интерфейса могут быть доступны путем нажатия соответствующей клавиши клавиши F на клавиатуре. Последовательно есть возможность переключаться между этими вот вариантами отображения интерфейса. Если у вас очень ограничено рабочее пространство и управляющие элементы излишне захламляют рабочий стой. ну и последняя особенность которой мы коснемся в этой лекции данного программного продукта это возможность отменять определенные действия. Никто не застрахован от ошибок вот мы например сделали ряд каких-то определенных действий нам необходимо эти команды отменить. мы заходим в пункт меню редактирования и нажимаем кнопочку шаг назад контр зад z комбинация клавиш которая тоже действует но она отменяет только один шаг назад и дальше эта комбинация уже не действует но есть комбинация клавиш alt плюс контр плюс z которая позволяет отменять определенное количество шагов так вот сколько же шагов можно в данном программном продукте отменять ну по умолчанию заводские настройки программного продукта позволяют отменять 21 действие всего лишь 21 действие данного программного продукта все действия которые мы производим при работе над документом хранятся в палитре которая называется история палитра истории как вы видите содержит какую-то информацию вот был момент открытия документа вот там что-то происходило до момента вот рисования кистью соответственно в этой палитре последовательно записаны все 20 операций которые я проводил над этим документом для того чтобы отменить действие которые я совершил ошибочные необходимо просто щелкнуть на соответствующую операцию до которой действия меня устраивают почему в данном программном продукте ограничение вот такое вот ограничение на количество запоминаемых операций оно дело в том что даже эти 20 операций сохраненные в памяти требует достаточно большое количество файла подкачки если увеличивать а это можно сделать с помощью настройки программного продукта соответствующий если увеличивать количество шагов которые помнит данная палитра истории видите 20 по умолчанию можно заметить что производительность компьютера при работе будет существенно снижаться все зависит от вашего домашнего или рабочего персонального компьютера все зависит от того какой объем оперативной памяти у него есть если у вас больше 4 гигабайт оперативной памяти значит возможность работать с большим количеством действий которые будут запоминать за вами палитра истории у вас есть если же меньше скорее всего рекомендуется ограничиться именно этими настройками по умолчанию кофе